Рады приветствовать на канале Битсмедиа. В этом выпуске мы вспомним о знаковых событиях 2021 года, которые повлияли на биткоин и криптовалютную индустрию в целом, а также обсудим другие важные новости недели. На прошлой неделе биткоину исполнилось 13 лет. 3 января 2009 года был создан генезис-блок первого в мире блокчейна. 2021 год стал прорывным для биткоина. Уже в его начале рыночная капитализация биткоина превзошла 1 триллион долларов, и он дважды обновил исторический максимум, добравшись до 69 тысяч долларов. Отчасти на его рост повлияло третье уполовинивание награды майнерам за добычу блока, которое произошло в 2020 году. Рост хешрейта биткоина за прошлый год был самым слабым за все время существования этой сети. Это значит, что количество и энергоэффективность асик-майнеров приближается к пределу, после чего может последовать длительная стагнация или снижение хешрейта. В первые дни этого года хешрейт биткоина преодолел 200 экзохешей в секунду, хотя год назад он уже превышал 150 экзохешей в секунду. Однако на фоне беспорядков и отключения интернета в Казахстане хешрейт биткоина снизился на 12%. Особенно сильно пострадали пулы 1THash, OKEX Pool и KuCoin Pool. Их хешрейт снизился на 82%, 46,3% и 22,7% соответственно. По состоянию на август 2021 года на Казахстан приходилось 18% мирового хешрейта сети биткоина, так как из-за полного запрета криптовалют в Китае многие майнеры переехали в Казахстан. Противовесом Китаю стала латиноамериканская страна Сальвадор. 7 сентября 2021 года Сальвадор признал биткоин с законным платежным средством и впервые в истории приравнял его государственной валюте. Президент Сальвадора Наиб Букеле открыл государственные майнинговые фермы, а прибыль от операций с биткоином инвестируется в строительство школ. Что касается проникновения биткоина на мировые рынки, в прошлом году регуляторы Канады и Бразилии разрешили запуск прямых ETF на биткоин, а осенью SEC США одобрила биржевые фонды на фьючерсы биткоина. Эта практика неизбежно будет расширяться, поэтому прогнозируемая криптозима может оказаться гораздо менее суровой, чем предыдущая. Тем временем 8 января курс биткоина снизился на 10%, упав ниже 42 тысяч долларов, а цена эфира упала на 13% до 3219 долларов. Общая капитализация криптовалютного рынка опустилась ниже 2 триллионов долларов впервые с сентября 2021 года. Коррекция рынка отчасти обусловлена волнениями на фондовом рынке после публикации протоколов заседания Федерального резерва США. Из-за резкого роста инфляции в марте регулятор планирует повысить процентную ставку. Другие новости недели Аналитики банка Goldman Sachs ожидают, что рыночная доля биткоина вырастет до 50% от общей капитализации рынка хеджирующих активов. Учитывая, что биткоин продолжит вытеснять золото, его курс может превысить 100 тысяч долларов, прогнозируют аналитики. В Конгресс Сальвадора направлены 20 законопроектов по регулированию эмиссии облигаций Вулкана Бонс, номинированных в биткоинах. За их счет Сальвадор намерен привлечь 1 миллиард долларов, часть этих средств будет потрачена на создание инфраструктуры для Биткоин-Сити. Город станет налоговой гаванью, в которой жителей будет удерживаться лишь налог на добавленную стоимость. Сооснователь эфириума Виталик Бутерин заявил, что эфириум 2.0 готов лишь наполовину. Сейчас команда работает над переходом на консенсус Proof of Stake, который должен завершиться в первой половине этого года. Вторым этапом станет увеличение масштабируемости и пропускной сети эфириума с помощью Zikero Labs. Затем последует разбиение блокчейна эфириума на множество параллельных цепочек, шардинг, а заключительными этапами станут обновления и вывод исторических данных за пределы основной сети. Компания Mozilla приостановила прием пожертвований в биткоинах, эфирах и Doge. Ранние разработчики Mozilla считают, что прием криптовалют не соответствует климатическим целям компании, так как биткоин негативно влияет на окружающую среду. Компания Tether внесла в черный список адрес, на котором находится более 1 миллиона долларов USDT. Владелец кошелька неизвестен. Tether объяснила, что тесно сотрудничает с регуляторами и правоохранительными органами для блокировки украденных средств. Проект DeFi TinyMan подвергся атаке, в ходе которой потерял криптоактивы на 3 миллиона долларов. Хакеры воспользовались уязвимостью в смарт-контракте, предназначенном для сжигания токенов. Благодарим вас за просмотр, если хотите нас поддержать, ставьте лайк этому видео. Будем благодарны за любые отзывы, как по нашей работе, так и по содержимому новостей. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok